Итак, ребята, всем привет! И сегодня очень необычное видео на моём канале. Это видео на китайский iPhone 6. Обзор, точнее, на китайский iPhone 6. Как вы видите, коробка очень похожа на оригинал. Ну, как бы вообще можно не отличить. Вот, написано. Я заказывала золото-розовый. Интересно, что придёт. И посмотрим, что здесь у нас написано. Написано на 64 гигабайта, вы представляете? Понятно. Тут что у нас? Короче, коробочка не мятая, ничего красивая, всё нормально. Я, кстати, под видео оставлю ссылку на сайт, на котором я вам не советую заказывать. Потому что мне шла эта посылка почти месяц. Вот он сам наш телефон. Отложим его. Так, фиг достанешь. Достаем вот. Так, смотрим, что у нас в коробочке, короче. Инструкция. Ну, вот ключик, чтобы открыть. Инструкция, конечно, здесь вообще никак не похожа на оригинал. Я даже не знаю, зелёным чем-то написано. Убираем. Ключик. И основные вот наушники. Вообще не пойми какие, вообще не пойми что. Даже не похоже на оригинал, вообще никак не смахивает. Это более-менее. И зарядка. Сейчас посмотрим. Да, как у оригинального айфона двухстороннее. Убираем. Приступим к самому телефону. Сейчас прибавлю, чтобы вы видели. Достаем. Так как я заказывала розово-золотой, мне пришёл просто золотой. Ну, смотрите, вроде бы как вот, если так ходить, то никто как бы не поймёт, что у вас как китайский айфон. Корпус у него пластмассовый. И вот тут вы можете увидеть то, что яблочко приклеенное. Они... То есть я вообще смогу его отодрать, но мы не будем рисковать. Так, тут он как бы вроде всё нормально, как оригинала. Выпуклая камера. Всё. Посмотрим, ходит ли вот это вот. Блин, даже не могу подвинуть. А, представляете, я не могу подвинуть, как они звук добавляют. Да, ходит она косо. Вот, что значит китайский айфон. Смотрите, у оригинального айфона здесь должны быть закругления. И, ну, то есть он с корпусом должен быть как бы слитно. А тут он выпуклый. Не удивлюсь, если даже крышка открывается. Не буду рисковать, это сломается тут. А сейчас мы попробуем его включить. Как его включить? Как-нибудь. Сейчас мы его включим. Давай. Во, включается он как оригинальный, то есть яблочко. Видали, как он быстро очень, кстати, включился. Смотрим. Ну, вроде бы, кстати, похоже на оригинал, да? Если так посмотреть. Смотрите, притормаживает, когда перелистываешь. Ну, к этому можно привыкнуть, мне кажется. Ну, знаешь, притормаживает. Тут у нас... Ну, да, похоже на оригинал. Опускаем вниз. Здесь у нас вообще не переведено что-то здесь вообще. Узнаете? Чем больше он находится, тем больше у нас похоже на оригинал. Ну, как бы здесь, смотрите, какой шрифт. Сейчас мы откроем настроечки. Смотрим, как здесь в настроечках все. Смотрим. Ну, так. Ну, знаете, ну, вроде бы похоже. Твитер. Блин, ну, смотрите, у меня вот... Сейчас я вроде ничего не нажимала, звук выключился. Сам. Я думаю, что за этой кнопочки. Ладно. Сейчас мы проверим здесь камеру. Видите, я нажала, она не нажимается. Вот вам и процессор Java. Это не Android, ничего. Вот опять звук. Китай. Могли бы постараться, не знаю. Ну, давай. О, включили. Это настолько просто. Не знаю, даже что сделаешь, ему так нет. Смотрим камеру. Сейчас мы что-нибудь сфотографируем, типа коробки. Я вам покажу качество камеры. Ужасное качество камеры. Еще и медленное. Смотрите, тут я не знаю, сколько мегапикселей. Ужас. Назад, опсы. Ё-моё. Так, сейчас мы посмотрим фронтальную камеру. Всем интересно, какая здесь фронтальная камера. Нажимаем. Вот, видите, я останусь здесь. Да, ну как бы на моей камере смотрится намного лучше, что здесь показывается изображение. Но здесь как бы не очень. Ужасно. Сейчас мы посмотрим, зайдем куда-нибудь в заметки. Допалим в заметки и посмотрим, как он набирает. Смотрите, вот эта вот кнопочка вообще не работает. Так вот, я нажимаю тормозит. Выходим. А что еще здесь можно проверить? Можем... Так, кстати, он пришел прям с играми. Можем включить любую игру и посмотреть, насколько здесь двухъядерный процессор быстрый. Ну, ну, я не знаю, нормальные игры играют. Но звук вы слышите какой вообще просто. Ладно, выходим отсюда. Дальше смотрим. Нажимаем на... Вотсап. Что это? Вотсап старт. Ошибка. Нажимаем на Twitter. Кстати, кайфа я не могу подключиться. Я не знаю, почему не получается, но кайфа я. Даже, знаете, если мы сейчас зайдем на YouTube... Что это у нас? Друзья, не хочет. Это звук. Посмотрим музыку. Все песни. Что? Кошмар какой-то. Я не знаю, может, у меня лучше будет на камере слышно, потому что, ну, камера-то норм. Не китайская какая-то там. Вообще так вот издалека, если будешь листать, там посмотрят. Ну, блин, может быть, оригинал. Может быть, поверят. Особенно вот здесь вот так вот он смотрится оригинально. Хорошенький. Конечно, его не смогут отличить оригинала, если вы какой-нибудь чехол оденете. Да, этот телефон мне достался с сайта, который я оставлю ссылку в описании. За шесть тысяч рублей. И было такое дело, что... Сейчас мы его выложим. Получилось так, что как бы они мне прислали вначале на почту, сказали, что через десять дней придет айфон. Я ждала айфон. Но через десять дней пришла пустая посылка с надписью, что вначале вы заплатите деньги, а потом пришли в айфон. И потом, когда мы заплатили, нам позвонили, сказали, о, мы сейчас вышли в ваш первый, бла-бла-бла. Кстати, кнопочка здесь ходит. Вот прям я нажимаю, она ходит туда-сюда. Ужасно. И потом, только, не знаю, еще через две недели мне пришел вот этот айфон. Извалика он смотрится как оригинал. Да, вот на камере тоже он ничего смотрится. Коробка здесь ничего такая. Самая красивая здесь коробка, потому что рыбка очень классная. Рыбка. Ну, а так, в принципе... Смотрите, как написано, разблокируйте. Разблокируйте. Ну, давай. Вот он. Вот он, наш айфон. Видали? У меня аж палец устал по нему листать так медленно. Ну, что ж. На этом все. Я надеюсь, вы не будете заказывать сайты, на котором я заказала этот айфон, потому что... Ну, вообще не стоит вот этот айфон 6000 рублей. И поэтому, не знаю, мне кажется, я вам помогла тем, что вот вы хотели заказать нормальный китайский айфон, потому что, ну, неохота тратить, там, несколько тысяч на оригинал. Хотя стоит потратить лучше несколько тысяч на оригинал, чем на это. Ужасно. Короче, не повторяйте мои ошибки. Не заказывайте с этого сайта. Заказала специально, чтобы показать вам обзор и показать, ну, какой на самом деле сайт. И как люди обманывают на таких сайтах, лучше закажите с Алиэкспрессом. Лучше с Алиэкспрессом. Не знаю. Там хотя бы можно списаться с продавцом и обменять его. А туда даже я дозвониться не могу. Так что вот такой вот китайский айфон на операционной системе Java. Ну, как бы, немножко похож смахивать на iOS. Только здесь, как бы, не очень похожи буковки. Ну, всё. На этом всё. С вами был Валик Стар. Всем пока. Подписывайтесь, если вам понравилось это видео. И ставьте лайки, если хотите больше таких видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok